ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Коронавирус может осложнить ситуацию с дорогами в России. Дело в том, сообщают федеральные СМИ, что властям не исключено придется снимать деньги с дорожной отрасли и вкладывать их в борьбу с инфекцией. Пока речь идет только о средствах на строительство новых автотрасс. Это несколько триллионов рублей. Будут ли трогать кубышку, сформированную для ремонта дорог, в том числе в рамках известной федеральной программы, неясно. ТРАССА СТО ОДИН Недолив. Недолив бензина на АЗС. Уж сколько раз мы слышали о том, что с ним будут жестко бороться. Пока же все ограничивается предложениями, как это сделать. Вот еще одно. Росстандарт просит утвердить законодательно такой формат проверки заправок, как контрольная закупка. То есть сотрудник контролирующей структуры под видом обычного автомобилиста приобретает энное количество горючего и проверяет, а столько ли ему налили. При несовпадении АЗС будет грозить штраф. ТРАССА СТО ОДИН В продолжении темы автомобильного топлива. К 2025 году доля некачественного бензина на рынке не должна превышать 5%. Такую задачу ставят власти. Сейчас речь идет примерно о 9%. Это в среднем. Есть регионы, где показатель выше в два раза. Чиновники считают, что добьются цели. Существующая система наказания АЗС за торговлю паленым горючим хорошо себя зарекомендовала. Это штраф в размере 1% от выручки, но не менее полумиллиона рублей. В повторном случае предусмотрена в том числе приостановка деятельности на 3 месяца. ТРАССА СТО ОДИН В России стали чаще продавать и покупать подержанные легковушки. Как сообщает издание «За рулем», каждый пятый такой автомобиль сейчас выставляется на продажу ежегодно. Специалисты объясняют это стремлением людей сэкономить. Сэкономить на ремонте и обслуживании машины. Зачем тратиться на это, если автомобиль можно продать, купить другой БУ и относительно спокойно передвигаться на нем несколько месяцев. ТРАССА СТО ОДИН Вы отремонтировали автомобиль после ДТП в рамках ОСАГО, однако качество ремонта вас не устраивает. Как поступить в такой ситуации, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. Как правило, владелец не является специалистом, он только может предполагать что-то там некачественно выполнено, может что-то увидеть, увидеть там какие-то зазоры не соответствуют по данному автомобилю. Лучше, конечно, обратиться к специалистам. Наша организация оказывает такую услугу по приемке автомобиля из ремонта. Мы составляем акт осмотра, определяем, какие детали были заменены, какие были отремонтированы и соответствует ли этот ремонт тому заказ снаряду, по которому был направлен из страховой компании в эту организацию. С этим актом осмотра владелец может уже обратиться с иском, либо с каким-то требованием, с претензией их к страховой компании и к ремонтной организации. Для этого обращайтесь к нам в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефон 64-5004. Также есть данные все на сайте kiroots.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101